Авария с участием 26 автомобилей случилась сегодня утром на Арзамасской трассе рядом с деревней Ближней Борисово. Многие автомобили получили тотальные повреждения, но погибших нет. Настоящее чудо случилось с Ладой Приорой. Машина практически в смятку, но её водитель не получил ни царапины. Ой, ужас. Все машины. Кошмар. Ой, там зажал машину. Там вот Приора. Мне же... Вон там вот. Пацан только руку ободрал, рубашки родился. Как выбирались? Ну, сам. Мне помогли, стекло выбили. Выбрался. Вы один автомобиль? Да, сейчас сюда один. Мы подбежали, когда сумели вылезти из машины. Вот молодой человек там сидел. Окно оторвали. И он оказался живой. Слава Богу, что он оказался живой. И мы живой-живой. Вот мы его достали. Достали сами мы его, потому что ещё никого не было. Это было вот за пять минут буквально. На нём небольшие царапины парню повезло. Как вы уцелели. Чудом. Кто вас поднял? Подошёл? Ну вот, смотрите, он. Кто поднял. Машину тормозить начали. И удар. Передо мной ехал грузовик. Я пытался уйти от столкновения. Был гололёд и не справился с управлением. Затащило и ударил машину. Я могу сказать одно. Это миг. Вот просто миг. Быхо всё. Скользкая дорога. Невозможно ехать вообще. Потому что она до такой степени. Я вышел, лёд. Был вообще лёд. Ни песка, этого ничего не было. Водители начали оттормаживаться. Кто как мог. Дорога была очень скользкая. Хоть и ехали 60 километров в час. Но машины не останавливались. Ну и я так понимаю, вот водитель больше груза. Не справился с управлением. И большую часть из нас собрал. Мой автомобиль металлолом. У меня свезло всю левую сторону. Так как я попал под самосвал. Капот. Пробил радиатор. Так что это тотал. Было ДТП. Ну уже до меня. Я остановился. За мной остановилась машина. Потом ещё машина. Потом удар и всё. Потом ещё, 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 ещё. Машине конец. Подушки все сработали. Чего тут? Чего тут скажешь? Всё. Вся. Эта вся страна. Жопая. Ну там всё. Там же вся страна там тоже. Чё, машине чё? Капец. В данном дорожно-транспортном происшествии шесть человек получили ранения. Основной причиной дорожно-транспортного происшествия является наличие зимней скользкости. Дорогу вот только что начали посыпать. После ДТП машина по встречке проехала наверх, развернулась и поехала вниз. Если бы был дорожный покров чистый, без льда, вот этого всего бы не было. Мы бы остановились и всё. Просто когда мы вырезали, был голый лёд. Вот этого песка здесь не было. Это уже потом посыпали. Дистанцию соблюдали, я вот на 100% уверен, все. Потому что тут все ехали вот не больше 20 километров. Потому что, ну я говорю, было уже ДТП. И все видели, все потихонечку останавливались. Просто получилось так, что все в кучу. Вот и всё. Кстати, поясню путаницу, которая возникла сегодня утром в социальных сетях относительно числа пострадавших автомобилей. Сначала фигурировала цифра 26. Потом в официальных сводках ГИБДД появилась цифра в 14 автомобилей. Дело в том, что 14 машин получили серьёзные повреждения, 12 лёгкие, и их ГИБДД не фиксировало. Общее число пострадавших от царапины на боку до тотала 26 машин. Что касается возмещения ущерба, то так как ГИБДД не говорит о том, что виноваты коммунальщики, не просыпавшие дороги, а виновата, я процитирую ещё раз заместитель начальника областного ГИБДД, зимняя скользкость, то кому обращаться за возмещением ущерба водителям пострадавших автомобилей сказать невозможно. Продолжение следует...